Молодежь намерена поднять село и генерирует идеи для агробизнеса. Несколько начинающих фермеров получили грантовую поддержку из бюджета Хабаровского края на необычные и перспективные проекты. Среди них гусиная ферма и тепличные плантации. С инициативными бизнесменами встретилась Татьяна Баснина. С этого пока небольшого стада начинается история гусиной фермы в селе Анастасиевка. Главная героиня Наталья Ростова, не из романа, а из местных жителей, решила сделать бизнес на разведении птицы. Племенных уток, кур, домашних цесарок привозят из Приморья. А гусей холмогорских будет доставлять из самой Москвы. Каждое яйцо стоит по 700 рублей. В инкубаторе из него выводится взрослая особь. Порода быстро нагуливает жир и дает очень вкусное мясо. У нас такая новинка будет. Это холмогорские гуси. У нас здесь, на Дальнем Востоке, очень редко кто их держит. Это древняя порода гусей. Очень хотим развести. Сельская молодежь в Анастасевке просто генерирует идеи для бизнеса. Недалеко от птицеводческой фермы развернулось тепличное хозяйство молодого предпринимателя. Пока 5 гектаров засажены огурцами и помидорами, чтобы они дошли до потребителя. Владелец решил организовать бесплатную доставку на дом. Для этого уже купил автомобиль. На овощи никакой накрутки не будет. Человек может позвонить, заказать 2 килограмма огурцов, 2 килограмма помидоров, ему привезут ее на дом. И второй у нас это момент открытия собственного магазина в центре города, который будет в сезон продавать нашу продукцию. А после окончания сезона магазин начнет работать как настоящий кооператив. Любой фермер или дачник сможет на его прилавке выставить свою продукцию. Деньги на реализацию бизнес-проектов пришли из края. И они вернутся в виде налогов в бюджеты сельских поселений, для которых такие хозяйства практически единственный источник доходов. Жили за счет министерства обороны. А сейчас министерство обороны, все у них остается в Москве. И как таково, ну, неоткуда. Всего 4 фермерских хозяйства победили в конкурсе бизнес-проектов. Каждый из них получит грант в размере полутора миллионов рублей. Татьяна Баснина, Сергей Шульга, Вести Хабаровск.